Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов. Я и мои коллеги расскажем вам о важных событиях этого дня. Куртко о главном. На что повысится цены в новом году? Официальные данные Росстата сегодня в выпуске. Супермаркет «Арбуз» разыграл подарки к своему пятилетнему юбилею. Подробности масштабной акции в сюжете наших корреспондентов. Чемпионский поезд по Муайтай в Дагестане. Об этом смотрите в разделе спортивных новостей. Время идет и цены растут. Не станет исключением и наступающий 2019 год. Так, по данным Росстата, в первую очередь подорожают лекарства. В частности, речь идет об импортных препаратах первой необходимости. Однако повышение коснется и отечественных лекарств. Так как производители зачастую вынуждены применять при их изготовлении зарубежные технологии. На рынке продовольствия ожидается рост всех позиций. Сезонные продукты будут немного дешеветь, но в целом прогнозы нерадужные. Ожидаемый рост 11%. Сигареты подорожают на 20%. Чиновники отмечают, что это не только пополнит казну государства, но и поможет отказаться многим от вредной привычки. Также поднимется цена и на топливо. Стоимость литра бензина с большей долей вероятности перевалит за 50 рублей. Зоозащитники ликуют. 8 лет спустя принят закон, запрещающий отстрел бездомных животных. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Напомним, законопроект был внесен еще в 2010 году. Однако только сейчас вступил в силу. Новый документ запрещает убийство животных под каким бы то ни было предлогом, в том числе и их отстрел. Отлов бродячих также будет регламентирован. Его нужно будет снимать на камеру. Помимо этого запрещается содержать контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах, а также держать диких животных в частных домовладениях. Еженедельно сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия по выявлению нарушителей на дорогах республики. Очередной рейд прошел на самом оживленном участке столицы Дагестана, на проспекте Имама Шамиля. В продолжение темы сюжет Камиля Девятого. Проспект Имама Шамиля. Сотрудник ДПС останавливает автомобиль, идет проверка документов, затем осмотр транспорта. Основной акцент дорожные полицейские делают на нарушение в сфере безопасности перевозки пассажиров. Активное участие в подобного рода акциях принимает и общественный совет МВД республики. Как вы знаете, сейчас транспорта стало очень много, дороги построены в 60-70-е годы, и поэтому нужно быть очень длительными, в том числе и пешеходам, и, естественно, и водителям, чтобы не приучали скорость на дорогах нашего города. Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, управление автомобилем с шрезмерно тонированными стеклами, отсутствие удерживающих кресел для детей и многое другое. Все эти нарушения вкупе дают нам неутешительную статистику ДТП. Сотрудниками штаба полка ДПС проводятся профилактические мероприятия в городе Махачкала на предмет выявления водителей, управляющих транспортным средством с непристегнутыми ремнями безопасности, а также маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. Причиной тому послужило ДТП в Карабудахкенском районе, где автобус Сетра попал в ДТП, в котором 3 человека погибло и 15 получили травмы различной степени тяжести. Проверили, выявили, наказали. Эта процедура обыденная, но дает ли она эффект? Вот в чем вопрос. По словам сотрудников ГИБДД, одними штрафами делу не поможешь. Нужна широкая регулярная пропаганда. И в этой части помощь и участие в рейдах представителей СМИ и общественников должна дать необходимый эффект. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 500 операций, 7 из которых высокотехнологичные, были успешно проведены в городской клинической больнице номер 3 Махачкалы. Клиника открылась в начале года и уже успела зарекомендовать себя как медучреждение, способное оказать высококвалифицированную помощь пациентам. В больнице широко практикуется использование методов малоинвазивной хирургии, позволяющей проводить операции без разрезов при помощи нескольких проколов. Здесь работают квалифицированные специалисты, хорошо знающие свою работу. Мы располагаем тремя операционными залами. Эти операционные залы оборудованы высокотехнологичной аппаратурой, которая позволяет нам выполнять малоинвазивные вмешательства, входящие в перечень, как я уже обозначил, ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи. Помимо этого, у нас имеется связь с ведущими специалистами города Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. В скором будущем мы не будем отправлять уже наших пациентов за пределы республики. Сможем оказывать практически большую часть медицинской и высокотехнологичной помощи у нас в республике. Для этого, конечно, нам нужна поддержка как со стороны Федерального фонда обязательного медицинского страхования, регионального фонда, в том числе и Министерства здравоохранения. Стоит отметить, что во всех отделениях созданы необходимые условия для лечения и отдыха пациентов. Больница располагает 150 стационарными койками. Предусмотрены также VIP-палаты повышенного комфорта. У медучреждения большие перспективы и планы на будущее. Это и внедрение инновационных медицинских технологий, и работа с ведущими специалистами России и Европы. Строительство мечетей – это всегда значимое событие для мусульман. Очередным поводом для радости верующих республики послужило открытие новой джума-мечети в селе Джугдиль Табасаранского района. В честь знаменательного события был организован масштабный манжлиз алимов, в котором приняли участие известные религиозные деятели республики. В своих выступлениях богословы говорили о важности приобретения полезных знаний и совершенствования нравственных качеств. Ислам призывает нас, что мы радовали друг друга, что мы любили друг друга, что мы уважали друг друга. И сегодня вы это видите, как мы все сидим здесь и открываем данную мечеть. Пять айпадов и еще 25 подарков. В честь своего пятилетнего юбилея супермаркет «Арбуз» решил провести беспроигрышную лотерею. В нем приняли участие около тысячи человек. О масштабном розыгрыше и его победителях математ Ханапова. В этот день «Арбуз» особенно преобразился. Празднично украшенный интерьер супермаркета радует глаза, а акции и розыгрыш – душу. Сегодня у магазина юбилей, а лучший способ его отметить – порадовать посетителей подарками. Для победы всего лишь требовалось совершить покупку от 700 рублей или приобрести продукции торговой марки «Мирана», получить купон и бросить его в барабан. Да, я постоянный посетитель, я здесь рядом живу. Ну и тут соотношение цены и качества меня удовлетворяет. У меня было там много всего, у меня чеки всегда тысячи на 2-3 минимум выходили. Там все подряд абсолютно. Ну, морепродукты, молочку, овощи, фрукты. Здесь очень вкусно готовят, очень вкусное производство этого магазина. Горячий стол, кафе. Очень приятный персонал. Мне все нравится в этом магазине. Заодно решил поучаствовать, испытать судьбу. Праздничное настроение для юных посетителей магазина создавала команда аниматоров. Песни, танцы, веселые игры – все для маленьких гостей. Ну а самое главное было припасено на потом. Внушительные главные призы, микроволновки и даже скидочные купоны на приобретение жилья. Периодически проводим розыгрыши. И день рождения нашего супермаркета также является одним из поводов сделать подарочки нашим посетителям. Сегодня, например, мы разыгрываем 5 айпадов. Ну и более 25 еще призов дополнительно. Я думаю, всем понравится. Уже, вот я смотрю, собралось очень много людей. Нам это приятно. А людей действительно собралось очень много. Здесь у входа в супермаркет около тысячи людей с нетерпением ждут начала розыгрыша. Каждый надеется, что именно он выиграет один из главных призов. И вот первая счастливица говорит, что интуиция ее не обманула. И она стала одной из обладательниц айпада. Ожидала. Почему-то у меня было такое предчувствие, что я выиграю сегодня. Не зря дождалась, выиграла. Очень рада. Именно айпада у меня не было. Я очень его сегодня хотела. У меня скоро день рождения. Это подарок. День рождения удался. Даже те горожане, которые остались без материальных призов, получили заряд позитива и праздничного настроения. Патиман Ханапова, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Каспийск. Как развить предприимчивость среди молодежи? Таков основной посыл межрегионального инвестиционного форума, прошедшего в Каспийске. Он призван способствовать развитию бизнес-идей и потенциала малого и среднего предпринимательства в республике. В рамках сессии обсудили вопросы финансовой поддержки и продвижения дагестанской продукции на внешнем рынке. Отметим, что участниками форума стали эксперты из других регионов России, представители общественных организаций, а также студенты энергетического колледжа. На сегодняшний день у нас большая программа прошла. Мы ее завершили 18 числа большим конгрессом. Во что вкладываться? Вкладываться то, на что лежит душа. Нет такого правила, чтобы во что-то вкладываться на самом деле. И каждый человек должен заниматься любимым делом, я так считаю. И если есть возможность зарабатывать еще, создавая что-то новое для людей, это и есть тот самый комфортный бизнес, который человек выбирает. Очередной чемпионский поезд в Дагестане. Магомед Зайнуков завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирного союза Муай-Тай. Накануне ночью триумфатора встречали в Махачкалинском аэропорту. Подробности у Курбана Рагимова. Первое мгновение после победы в титульном поединке. Сил и эмоций уже не осталось. Только что Магомед Зайнуков отдал все, чтобы одолеть суперзвезду тайского бокса Суццакорна Сома Клинми. На родине радость победы с чемпионом разделяли его друзья и родственники. Ну я настроился на этот бой, готовился очень долго. Готовился, меня поддерживала моя команда, мои близкие, мои родные, которые болели за меня, не мог проиграть. Потому что столько людей пришли за меня болеть, поддерживать меня. Я не мог никак проиграть. Этой победе предшествовала долгая и упорная подготовка. Зайнукова помогали одноклубники и тренер Ибрагим Хидиров. К сбору в Кизляре также подключился чемпион мира по версии Глори, голландец Джейсон Уилнес. Боец не первый год, обменивается опытом с дагестанским тайбоксером. Бой прошел по плану, но в конце первого раунда Магомед получил рассечение. Несмотря на это, он провел характер и выполнил всю свою работу на отлично. Пять раундов прошли под его диктовку. Мы все очень гордимся им. Теперь в Кизляре есть свой чемпион. Пояс интерконтинентального чемпиона стал первым в профессиональной карьере дагестанца. В любителях Зайнуков дважды признавался лучшим тайбоксером планеты и выигрывал чемпионат Европы. Все эти годы он радует нас своими победами, но вчерашняя победа, она для него, для всех нас имеет большое значение. Вот, пожалуйста, чемпионский пояс. Мы позволяем его от души, позволяем от лица молодежи города Махачкала, от лица всей молодежи Тагестана, позволяю тебе, Магомед, желаю успехов, чтобы в дальнейшем тоже ты так радовал нас своими успехами. Техника очень хорошая, делется хорошо. Но все равно каждому бойцу, каждому спортсмену есть на чем дальше работать. Ну и работа над ошибками, как говорится. Дальнейших успехов, чтобы ты достиг максимального, чего ты желаешь. Титул чемпиона вывел Зайнукова на новый уровень. На шаг он приблизился к попаданию в сильнейшую лигу «Глори». Сейчас в планах у тайбоксера заслуженный отдых, а уже после начнется подготовка к защите пояса. Это наша общая победа, победа всех дагестанцев. Поздравляю вас. На вечере профессиональных боев в Перми свои поединки провели еще два дагестанца. Уверенные победы одержали Абдулмалик Мугединов и Бейбулат Исаев. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. К этому часу все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите нас также в инстаграм и в ютюбе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин